Ну вот, без вкуса. Запишем по еду. Рассказывай. Да, давай. Где, что болит и какая еда, раз уж начала вспоминать. Мы очень много просто не записали. И про Дюну, и про Фиолетову. Давай хоть это запишем, пока идет. Давай. Спрашивай, я буду рассказать. Еда, общение, взаимоотношения, техника из той, что помнишь. Как-то лучше все помнишь. Еда безвкусная абсолютно. Похожа на вкус, как отруби, ни о чем. Просто каша какая-то вязкая, невкусная и однообразная абсолютно. Ничего вкусного. Как просто запихивать для того, чтобы жить, а не наслаждение какой-то едой, не удовольствие никоим образом. Что помню? Я себя больше помню. Чем тебя. Тебя помню время от времени. Ты приходил, уходил. Вот как при... Вот, не постоянно находился. Помню головную боль изматывающую. Из техники помню. Развита была техника где-то в центре. А на периферии, это, как я уже говорила, средние века условия, скажем, вообще ни о чем. Но летательные аппараты были. На каком-то большом постоянно мы скрывались. Когда были экранирующие устройства, то, что вызывало экраны, можно было спрятаться в пространстве, чтобы никто не засёк. На это уходила целая куча энергии. Но это держалось постоянно. Не знаю, что за экранирующие устройства. Я вижу, как сетка вот так вокруг. И чтобы невозможно было засечь. Это вижу. Не вижу каких-либо компьютеров. Развития технологий компьютерных, такого не было. Но в то же время было какое-то, знаешь, как модули, которые позволяли квантовому сознанию и физическим апгрейдам каким-то соединениям между разумом, скажем так, и именно чем-то управлять энергией. Можно было на уровне физического тела управлять. Не так, как мы сейчас просто энергии, а именно физическое проявление этой энергии было. Строение, да, похоже очень на человеческое. Но вот какие-то силы, резервуары, сосуды, что-то вот было. Наполнение чуть-чуть не такое, как у людей была анатомия. Постоянно какие-то интриги, постоянно какие-то союзы, интриги, что-то постоянно было нужно, что-то решать. Такое впечатление, что более подлого населения нигде и не было, как там. Никому. Люди, не люди. Никому абсолютно не верить нельзя было, не надеяться ни на кого. И вот постоянно скрываться от кого-то, постоянно прятаться, постоянно скрываться, постоянно убегать. связи какую-либо не вижу на уровне сотового или еще какой-нибудь. Нет, этого не было. Да, вот через мозг все шло. Но в мозг реально как какая-то платка установлена, как индикаторы там какие-то. Вот на руке вот здесь индикаторы, у кого меч есть, у того вот здесь были индикаторы. Вот как-то на ладошке вот так что-то, очень чувствительные ладошки. Почему-то вот это помню. Да, сетка на голову. Не сетка, а экранирующая ткань. Если приходилось где-то находиться не на том корабле, а где-то на поверхности какой-то планеты, голову вот закрывала длинная и постоянно экранирующая, чтобы не было взлома, наверное, чтобы ничего, никто. Потому что страх постоянный, постоянно прятались. И засекли, да. Да. Мозг. Лепаты врага. Там сидели, кстати. Они повсюду были. Это как шпионаж какой-то. Очень разветвленный. Вот это ощущение, что никогда нельзя расслабиться вообще на пять минут, как с каждого угла. Или каждый человек, который с тобой сейчас разговаривает, может тебя предать, сдать, как-то выдать. Вот такое вот это напряжение постоянно, что нужно как-то контролировать себя на любом уровне, чтобы никак не выдать ничего. и почти не говорили. Фразы такие только что требовались для решения каких-то дел. Каждую фразу как несколько смыслов. Боялись даже говорить друг другу о чём-то. не разговаривали. Как-то отдельно женщины, отдельно мужчины. У женщин какие-то свои как... Ну, это нельзя назвать занятие йогой, но какие-то упражнения по развитию силовых, скажем, энергетических каких-то. Именно из силовых там ещё и физическая подготовка нужна была, потому что это была взаимосвязана именно физическая подготовка и энергетическая, и баланс какой-то. Это нужно было обязательно вот то и то. Вместе баланс держать нужно было обязательно. У женщин отдельно, у мужчин это всё было по-другому как-то. Какие-то кланы постоянно, какие-то союзы постоянно не успевали следить этот распался. Там уже те были союзники, мы потом уже предали друг друга, перешли на ту сторону. Вот постоянно как какая-то такая возня-мышина, и нужно было постоянно за этим следить. Кто против кого, какие создают. Это было тяжело. При том, что связи как таковой не было между. Но там, понимаешь, вся Вселенная, как не было разделения на галактики, она вся была вот тёмная. Она уже была практически вся поглощена. Только кое-где были какие-то... Ты вот как туда-туда-туда мотался постоянно. Я чувствовала где-то, как знала почему-то. Ну, что ещё рассказать? Этого мальчика помню. Не брат, но кто-то. Как подружка, но только мальчик. Молоденький совсем. Подросток. Что сейчас в этой Вселенной нам мешает работать с силой? Знаешь, очень много заблокировано. Там строение тела было более совершено, но я не могу сказать, что оно чем-то очень уж так отличалось. Скорее, там использовалось намного больше, скажем так, в процентном соотношении, чем мы сейчас можем пользоваться своим телом. У нас эти функции тоже в каком-то другом ракурсе, в каком-то другом понимании, но они, в принципе, как есть, но у нас сейчас в физическом теле это всё заблокировано. А там это всё было открыто. Там этим всем пользовались. Вот масоны открыли память. Они все вспомнили, кто они, кто я. И всем людям. Давай вот так же вот тут гвоздик вытащим. Пусть синий показывает, где он. Пусть люди вспоминают. Так, здесь Илья. Затылок и позвоночник. Где соединяется? Первый, второй позвонок где-то в этом. Где атлант, говорят? Вот где-то в этом районе. Я вижу на шее и вот где атлант. Пониже где-то вот где какой-то третий, четвёртый позвонок, да? И вот где атлант. Да, не суть. Вот на затылке какой-то как резервуар силы был, знаешь. Не то, что там отдельный орган был, нет, но вот так как средоточение какое-то, центр какой-то. И пониже. Вот я у себя убрал запор этот, замочек. Был? Какое-то течение другое идёт. Хорошо. Так же. Да, хорошо. Какое-то течение другое, реально. Смотри. Одна прям внутри черепа. А две, вот одна, где атлант снаружи, другая шея. И немножко оно накладывается на оба на соединение. Уже чуть в спину глубже. Вот, да. Там такая точка есть. Вот холоп. Да. То есть, как три соединения тела, энергия тела в шею, на шее, на самом вот изгибе, вот тут центр шеи и диатлант. А в мозгу, вот, как внутри есть такая скоба, тоже мешала. Короткое замыкание на корпус. Там диатлант, должно соединяться в мозг, а оно из мозга на череп, на корпус. Да, клеммы какие-то, скоба, да, увидел. Убираем сначала у себя, потом у всех пойдет. И у тех, кто на нас настроены вообще. И у меня.